Саша, а почему так мало снега? Для снежной битвы в студии явно маловато. Здесь все-то на один комочек. Побольше бы принес. Но на самом деле мы с девчонками из редакции гадаем на суженого. Нужно подождать, пока снег растает, и в оказавшейся воде рассмотреть соринки. Если обнаружится волос, то суженый будет богатым. Палочка или щепка с собственным жильем. Листик будет связан с наукой. Ну, а если бумажка, то военный. Пока я не наблюдаю ничего подобного. А что там должно плавать, чтобы суженый оказался телеведущим? Думаю, что микрофон, Макс. Доброе утро, губерния. В этой студии вас приветствует чей-то суженый Максим Плавнюк. Да, и специалист по странным гаданиям Саша Байдачный. Слушай, почему ты именно сегодня решил вообще заняться вот этим? Потому что именно сегодня, 30 декабря, по народному календарю отмечается Данилов день. И этот день девушке посвящает, не замужней девушке, конечно же, посвящает гаданию на суженого. И сегодня мы попробуем вместе с нашими гостями в студии предсказать судьбу, изучить различные гадания, вспомнить какие-то древние способы. В общем, интересно провести это утро. Ну, если уж гадать, то я предлагаю гадать как-нибудь совсем необычно, например, как это делали кельты. Взять три камня, черный, серебристый и желтый, и бросить их вместе на стол. И посмотреть, куда камни упадут. Нужно смотреть, чтобы черный камень попал ближе к серебристому камню или к золотому. Вот если ближе к золотому, то ответ на ваш вопрос – да. А если к другому камню, то нет. Вот так вот. Ты знаешь, гадание по телефону на суженого – это более простой современный способ гадания. Нужно просто позвонить по любому номеру наугад и послушать, кто вам ответит. Если трубку возьмет мужчина, то следует спросить, как его зовут. Логично, что это и будет имя вашего суженого будущего. Интересный способ. Но в наши дни девушки уже не спрашивают имя у мужчин на улице, чтобы узнать, как будут звать их будущего мужа. Они это делают в соцсетях. Сапожки и валенки также не принято разбрасывать на околицу. Но если бросить в окно какую-нибудь ненужную компьютерную мышь, то по ее следу, по следу шнура, можно, наверное, найти направление своего будущего счастья. Ну а верят ли жители нашей губернии в гадание или все-таки полагаются на здравый смысл, мы сейчас узнаем из опроса. Верить в чудо. А чудеса случаются в вашей жизни? Да, они случаются. Довольно-таки часто в последнее время. Несмотря на нынешний мир, какой он сейчас грустный и печальный, но у меня чудеса случаются. Ну в чудо я не верю. Конечно, прощи твои ненужки. Вперед. В чудо. Планы не строю. Взросленькая. Вот. Ну, я хочу сказать, что я верю в чудо еще. Еще верю в чудо. Я еще верю до сих пор в Деда Мороза. Что кто-нибудь постучится и, как говорится, Дед Мороз придет. Обязательно рассчитываю жизнь наперед, а в чудо надо тоже верить. Я планы строю по ходу действия. Ну, верю в чудо скорее. Наверное, больше верю в чудо. Но, конечно, когда случаются какие-то неприятные моменты, то начинаешь просчитывать. Я продумываю чудо наперед, скорее всего. Но в любом случае у нас обязательно есть какой-то план на день, когда мы встаем, завтракаем, идем. Это такое вот чисто физиологическое. Но в душе мы всегда верим, что мы идем и с нами что-то хорошее случится. Друзья, перед Новым годом мы все ждем хороших новостей и приятных сюрпризов. Ведь так хочется, чтобы в следующем году наша жизнь стала светлее и прекраснее. И прямо сейчас мы готовы озвучить просто отличные новости сферы финансов. Акционерное общество Коммерческий банк «Солидарность», основанный в Самаре в 1990 году, недавно отпраздновал свое 30-летие. По этому случаю банк решил сделать подарок для всех самарцев. Он ввел новый вклад в юбилейный год. Ставка до 6,3%. Актуальную информацию смотрите на сайте www.solid.ru У нас в гостях Екатерина Абдульменова, врач, акушер, гинеколог, женский нутрициолог. Доброе утро. Доброе утро. Ну, рассказывай, как составить новогоднее меню так, чтобы желудок не лопнул, не треснул, не уплыл? Мне кажется, вообще это очень сложно. Давайте согласимся, что на Новый год сдержаться сложно. Новый год – это такой праздник живота. И, наверное, самая большая ошибка, которую совершают люди – это, которые не едят все 31 число. Получается как? Встал утром, вкинул бутерброд, тут у тебя оливьеры, бопадшубы, подарки, да, там, где-то еще бокальчик шампанского влетел на голодный практически желудок. А вечером мы садимся за стол в 10 вечера, и происходит вакханалия. Поэтому, наверное, самый первый совет – это не голодать 31-го. Какие продукты лучше не смешивать? Вообще, в принципе, газированные напитки, они будут вызывать сдутие живота. Я думаю, все это прекрасно знают, и это не новость. Еще пакетированные соки, которые содержат колоссальное количество сахара. И если съесть белок, неважно, любое большое количество белка и пакетированных соков, это будет вызывать процесс брожения в кишечнике. Ну и, скажем так, музыка будет литься не из колонок. Вот, поэтому все-таки смешивать не стоит, и отдавать предпочтение стоит морсам без сахара, которые сами сварите дома из ягодок, из замороженных. А пакетированные соки – это все-таки не есть хорошо. Что насчет майонеза, который, по-моему, правит балом? Он правит балом. Ну что насчет майонеза? Хочется сейчас как Халк крикнуть, или кто там, не Халк, а Франкенштейн. Майонез плохой! Да, то есть майонез плохой, но можно сделать его хорошим. Он будет такой же калорийный, ну, то есть мы не снизим процент. Мы сейчас, понимаете, да, что есть разница между диетическим меню и правильным, да, то есть то, что не вредит, то, что не полнит. Это с новогодним столом очень тяжело сделать то, что не полнит. Нет, это можно сделать, правда, гости не придут. Ну, как бы кто не придерживается. Ну, Максим точно ко мне не придерживается. Он зайдет и скажет, я пошел. Где тут кормят нормально? Можно сделать домашний майонез. Он будет без ешек, из яйца, горчицы, лимонного сока. И будет домашний майонез. Потому что майонез магазинный, это, конечно, бомба. Просто бомба. Какой самый вредный традиционный продукт, традиционное блюдо? Майонез? И докторская... Ну, вот, вот, я, знаете, думала, вот что это, что. Ну, это докторская колбаса, естественно, которая... Колбаса, это понятно, да, что это в наше время колбаса понятие ругательное. Ну, то есть, если называют что-то колбасой, то это 100% не про натуральность. Вот. Но я, положа руку на сердце, скажу, что я сама настолько люблю оливье с колбасой, это вкус детства для меня. Поэтому я себе честно, вот, положа руку на сердце, я позволяю себе в новогоднюю ночь положить себе 2 столовых ложки вот этого вот салата, да, там, просто меняем майонез на домашний и съесть. Ну, и сам майонез, конечно, он правит балом. Он правит везде майонез. Поэтому вот все-таки, наверное, это такой самый большой... Ну, мы молчим, да, сейчас про алкоголь, про пакетированные соки. Да, молчим, молчим. Это как бы, ну, понятно, да? Понятно. Но я не могу вам сейчас сказать, что алкоголь – это полезно. Катя, мы обязательно продолжим чуть-чуть попозже. Гулять так гулять, вот что вы поняли. Пока, пока что. Из первой части нашего разговора. Да? Да, гулять лучше на улице, узнать, какая сегодня будет погода, нам помогут в этом синоптике. В среду в Самарской области при переменной облачности местами пройдет слабый снег. Температура воздуха днем составит минус 8, минус 13 градусов. В ночь похолодает до минус 24. Ветер подует с юго-востока со скоростью 3,8 метров в секунду. На севере и западе минус 19,23 градуса, на востоке и юге минус 17, минус 22. В Самаре днем воздух остынет до минус 16 градусов, ночью минус 18. Атмосферное давление установится на отметке выше нормы – 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 92,96%. Напоминаем, что в нашей студии Екатерина Абдульменова – врач, акушерогинеколог и женский нутрициолог. Ну, мы все время говорим с тобой о том, как нужно и как надо правильно питаться. Я не разрешу тебе пить пиво. Хорошо. А как питаешься ты теперь? Рассказывай. Как я вообще ем? Да, вообще твои правила. Твои правила. Ну, я придерживаюсь правилам рационального питания и отсутствия запретов как таковых по типу диет. Да, то есть вот эта история не применяем. Я знаю, что принесет мне энергию, я знаю, что принесет здоровье моему организму, я это ем. Если я вдруг захочу булочку, я никогда в жизни себе ее не запрещу съесть. Просто я съем ее в правильное время. Я не съем ее в 10 вечера, я не съем ее на ночь. Я возьму ее на утро и впишу в свой КБЖУ. Но понимаю, что... КБЖУ что? КБЖУ – калории, белки, жиры, углеводы. Ясно. Ну, то есть наша потребность организма. И этих же правил я стараюсь придерживаться, ну, в принципе, по жизни. Но если вы думаете, что я не буду есть селедку под шубой, я вас расстрою. Вопрос в том, чтобы... Вот, понимаете, когда ты ешь для удовольствия, а не когда ты ешь... Я бы сейчас употребила полное другое слово, да? Когда ты просто закидываешь себя. Поэтому я говорю, что стоит поесть 31-го, тогда за новогодним столом ты можешь поесть абсолютно все, но по чуть-чуть. На нашем столе будет рыба. То есть мы стараемся выбирать рыбу. Либо, допустим, нежирную птицу. Можно кучу блюд придумать. Будут овощи свежие. Будут овощи... У нас не свежие, вру, у нас будут на гриле. Вспоминаю сейчас, что у нас на новогоднем столе будет, да? С углеводами, ну, там будет картофель. Но если я захочу, я себе немного положу. То есть вот этот запрет, он ни к чему хорошему не приводит. Но сделать блюдо полезнее можно. То есть сменив майонез, делать селедку под шубой не вот такой вот слой картофеля, а вот такой вот слой картофеля. Брать не такой слой яиц, а вот такой слой яиц. Да, там свеколки побольше положить. Вкус будет примерно тот же, да? Заменить майонез. Можно даже селедку кто-то меняет на красную рыбу. Если вы себе что-то позволили, не нужно потом голодать. Например, устраивать себе 2-го, 3-го числа день на яблоках, день на твороге, день на воде, на святом духе. Нет. Просто если после Нового года, если вы почувствовали, что вы съели много, устройте себе день, например, на белке и овощах. Да, то есть курица, рыба, овощи. И вы уже, ну, у вас вес, только не вставайте на весы 1-го числа. Это отек, как минимум. Это не жир. Короче говоря, нужно устроить себе день с нутрициологом. Ну, день с нутрициологом. Без него мы не разберемся. Кать, спасибо огромное за твою полезную информацию. Как всегда нужно и важно для нас, для всех. Я надеюсь, что мы ее запомнили. Вы, дорогие друзья, тоже. И все-таки пользу вынесем из нашего сегодняшнего разговора. Не будем объедаться. Поедим перед новогодней ночью. Ну, а пока прямо сейчас выйдем на улицу. Там румяные, радостные жители читают морозные стихи в нашей рубрике «Арифмотека». Ну, крещенское гадание, ты гляди, не обмани. Сердце, сердце, страх гони, ведь постыло ожидание. Светлый месяц выпал давно, смотрит ясно в окно. Серебрится санный путь, страшно в зеркало взглянуть. Вдруг подкрадится, заглянет домовой из-за плеча. Черный ворон, не крича, пролетит в ночном тумане. Черный ворон, знак худой, страшно мне молодой. Не отмолишься потом, если суженый с хвостом. Продолжаем наш эфир. И к нам в гости пришла Галина Илющенко, хиромант. Доброе утро. Доброе утро, друзья. Ох, сейчас будет интересный разговор, я думаю. Но для начала давайте, наверное, разберемся в значении понятия хиромант. Что это за профессия, чем занимается этот человек. Он гадает. Вообще хиромантия – это греческое слово, да? Правильное наименование этой профессии – наади гранха. Это санскритское слово. Наади – это ключ, гранха – это книга. То есть ключ к книге. Так как хиромантия была более известна в средние века, поэтому это на слуху в нашей территории хиромантии. Но вообще изначально это древние знания, которые записаны в шастрах, в писаниях Древней Индии. И основные стойки идут оттуда. То есть правильное наименование этой профессии – это наади гранха, да, знания хиромантии. И человек, который смотрит руки – это не гадатель. Как вы сказали, это человек, который видит судьбу, момент судьбы, видя. Это санскритское слово. Но очень похоже, кстати, на русское, потому что, вот, например, будильник, да, все просыпаются, с утра смотрят вашу передачу. Тоже это санскритское слово – пробуждение, да, будди. И момент видения судьбы на руке – это как раз-таки видение дивы, судьбы. То есть хиромант предсказывает судьбу? По рукам. Не совсем так. Хиромант видит тенденции. Вот смотрите, на вашем телевидении, я знаю, есть прогноз погоды. Никто не удивляется, когда говорят, что 100% фасадков выпадет 30 декабря. Было рассчитано, скорость ветра, какие-то там облака прилетели, все это сложно, есть некая тенденция. А может быть, не покроет 100%. И эти научные знания в какой-то определенной программе рассчитываются. Также хиромант, зная определенные объемы бугров под пальцами, длина, глубина линий, прерывание точки, затемнение, родимые пятна, как раз-таки хиромант может определить тенденцию тех или иных событий. Ну, соответственно, запрос человека превыше всего. И первое правило хироманта рассказывает только то, о чем его спрашивают. Все ли можно прочитать по рукам? Или какая-то информация скрыта? Есть основные 9 планет, которые отвечают за разные сферы жизни. И как раз-таки по этим сферам жизни можно ориентироваться на запрос ваш лично. Ого. То есть это еще все-таки как-то с астрологией связано? Да, это связано с астрологией напрямую. Но в астрологии есть 12 домов в гороскопе. Это ваша личность, ваши финансы, ваша какая-то партнерская деятельность, ваш запрос во Вселенную, ваши желания. Вот рука – это и есть натальная карта. Поймите, что раньше не было никаких программ. То есть сейчас современный астролог, я сама занимаюсь профессиональной астрологией, мы работаем с программой. Но почему нужна хиромантия? То есть настоящий хиромант никогда не доверяет технике. Понимаете, она может сломаться, заглючить. Какой-то человек это создал. Раньше мудрецы, которые владели этими знаниями, они рассчитывали точную математику по эклиптике неба, движению планет. Все это вручную записывались. Уровень интеллекта был намного выше, чем сейчас. И все это читалось по руке. И для того, чтобы сравнить, насколько правильно программа дает тенденции, показывает степень сложности в жизни человека, я всегда смотрю руку. Потому что рука – это та же программа. Хиромантия – это, знаете как, это метафизика. Это чуть выше понимание нашего… Мета – это значит выше, да, на санскрите. Я думаю, что через пару минут мы попробуем, может быть, на каком-нибудь конкретном примере прям рассмотреть, да, вот… Конечно, я могу вам определить. Мы надолго прервемся от искусства хиромантии, переключимся на новой ковчег Кюли-Север, попробуем гадать, о каком животном она сегодня нам расскажет, и затем вернемся в нашу студию, продолжим. Приветствую вас на «Ноевом ковчеге». Меня зовут Юлия Север, и это рубрика о братьях наших меньших. Знаете ли вы, каких животных можно назвать самыми трудолюбивыми? Лошадей? Возможно. Но есть еще один зверек, который может составить им конкуренцию, и это, не удивляйтесь, бобер. Его английское название «бивая» образует глагол «тубивая», обозначающий усердно и постоянно работать. Всю свою жизнь бобры строят плотины и домики-хатки из поваленных ими деревьев, веток, камней и глины. Летом они выходят из дома в сумерках и трудятся до 4-6 часов утра. Осенью, заготавливая корм на зиму, а это 60-70 кубометров на семью из четырех домочадцев, они увеличивают трудовую ночь до 10-12 часов. Ну и вот, наконец, зима, и при минус 20 бобры остаются в жилищах, но и там они усердно работают, увеличивая цикл своей активности до 28 часов. Работают они, кстати, по дому. Все в организме бобра устроено так, чтобы он мог эффективно работать. Его челюсти действуют как пила. Он упирается верхними резцами, а нижними двигает из стороны в сторону. Передняя сторона зубов покрыта твердой эмалью, а внутренняя мягче и стачивается быстрее. Так кромка зуба остается острой, то есть самозатачивается. Прозрачные мигательные перепонки закрывают глаза, как очки для плавания, а губы смыкаются очень плотно, оставляя резцы снаружи, что позволяет жевать в воде. Передние ноги приспособлены для копания и хватания, задние с перепонками для плавания. Объем легких позволяет им оставаться до 15 минут под водой и проплывать за это время 750 метров. Вот такие трудяги эти побры. Берегите хвостатых. Пока! И мы продолжаем наш эфир с хиромантом Галиной Илющенко. Очень интересная беседа. Сейчас узнаем, что же можно, в общем-то... Прочитать по рукам. Прочитать по рукам, все верно. Общую такую теорию мы уже выяснили. Давайте переходить к практике. Давайте. У нас 10 пальцев. Да. Каждая рука отвечает за наше прошлое. Это левая рука. Это то, с чем мы пришли в эту жизнь. И это ваши родственники по линии вашей мамы и папы. Это ваши братья и сестры. И все, что с ними связано, нужно смотреть по левой руке. Так. Правая рука отвечает за ваше будущее. Правая – это то, что вы творите сами, да, в этом мире. То, что у вас идет в таком сотворчестве с другими людьми. Соответственно, будущие тенденции смотрятся по правой руке. Обратите внимание, что линии правой и левой руки, они абсолютно могут быть разные. Есть линии чуть длиннее на правой и чуть короче на левой. О чем это говорит? Обратите внимание, вот даже вот сейчас. Если линии правой руки более толще, более ярче, если есть определенный даже блеск, шукра на санскрите, да, это качество, да, то есть блеск – это, ну, блистать, значит, да. Если она длиннее, значит, вопросы, которые связаны с тем пальцем, от которого, да, отходит эта линия, ну, более проработаны у вас в этой жизни. Ну, если хотите, мы, конечно, посмотрим после ручки каждого. Также есть планеты, которые связаны с определенным пальцем. Например, если мы говорим про большой палец, палец связан с планетой Венера, под ним есть линия, вот она, у меня здесь отметочка, да, определенный возраст можно определить. Представляете, что определенные тенденции еще и связаны с временным циклом вашего возраста, да. То есть в течение жизни линии меняются. В течение жизни линии меняются, да, поэтому хиромантия отличается от астрологии программ. В программе все статично, а руки покажут, насколько ваше сознание, да, развивалось в течение жизни. Большой палец. Что это такое? Это наши чувства. Сделайте вот так вот, класс. Левой рукой? Ну, можно правой. Посмотрите, большой пальчик, чем больше он отгинается назад, тем больше у вас внутренних чувств, творчества, вашего подъема. Тем более вы более гибкий, более... А у вас не гнется, значит, какие-то внутренние у вас такие ресурсы, зажатости могут быть по творчеству. Поэтому раскрывайтесь, у вас есть для этого все. То есть даже по вашим пальцам, не то что по линиям, а именно по пальцам уже можно много определить. И как раз-таки Венера отвечает за чувственное удовольствие. Когда нам вкусно, мы говорим, классно, да, то есть это физиогномика уже пошла. Так, понятно. Дальше. Да, указательный пальчик. Что говорит учитель, который в школе нас пытался научить? Он все время говорит пальчиком. Так, так, так. Так, слушайте внимательно, да. Этот пальцем связан с планетой Юпитер, гуру, тяжелый, на скрите, то есть учитель, загруженный знаниями, и он управляет определенным процессом обучения учеников. Линии под этим пальцем связаны с нашим обучением, с нашими образованиями, то есть их может быть несколько, да, линий образования. Вы в течение жизни можете прерывать одно образование, начать другое образование. То есть это такие, даже еще и глубокие духовные реализации могут быть, очень яркие пальцы Юпитера у разных духовных лидеров многих стран. Обратите внимание, когда вы видите фотографии, то есть, ну, это уже больше, конечно... Яркий палец, это что значит? Яркий? Да. Но он выделяется на фоне других, то есть наши пальчики, они тоже все очень разные, то есть мы на них... Мы не часто смотрим на руки, наверное, только в процессе маникюра, да, какого-то такого ухода. На самом деле руки человека могут рассказать даже больше, чем его слова. Дальше у нас палец средний, он связан с основной нашей линией, которая связана с нашей судьбой. Это палец Сатурна, он дает нам реакции прошлых поступков. Пальчик Солнца, да, это наша ответственность, это, ну, вообще мужская энергия, потому что Солнце всходит каждое утро, у него есть свой, да, свой рабочий день для нас, ему не важно, что происходит вокруг, и он дает плоды, да, поэтому все, что вы делаете в социальной вашей деятельности, проявляется по пальцу Солнца. В Меркурии связи, коммуникации, мы находимся в вашей прекрасной студии, она управляется планетой Меркурий. Так вот по данным пальцам можно определить, какая сфера жизни у вас... Давай объединяем. Да, кстати, дружба отвечает... ну, вот планета Меркурий связана с дружбой, поэтому мы, когда миримся, не просто так делаем этот жест. Галина, огромное спасибо, очень интересная тема, ее можно бесконечно продолжать, копаться в ней, что-то новенькое узнавать. Я думаю, что мы как-нибудь к вам на огонек заглянем. Заглядывайте. Спасибо вам и хорошего дня сегодня. Вам хорошего завершения года, чтобы ваша студия процветала, всего вам доброго. Спасибо большое. Спасибо. Друзья, оставайтесь с нами, мы совсем ненадолго прервемся, затем вновь вернемся в нашу студию. В эфире новости губернии в студии Татьяна Потоцкая. Здравствуйте. Областные власти продолжат укреплять экологический мониторинг. Об этом губернатор Дмитрий Азаров заявил в интервью порталу САВА.Инфо. Глава региона обозначил ключевые результаты реализации нацпроекта «Экология». В частности, итоги реформирования системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Впервые в истории губернии сотни удаленных сел и деревень охвачены сбором и удалением отходов. За два года ликвидировано около 700 свалок, закуплены более 160 новых автомобилей и 15 тысяч контейнеров. Особое внимание уделено соблюдению жестких экологических требований со стороны промышленных предприятий. По поручению губернатора на средства областного бюджета развивается территориальная система мониторинга загрязнения окружающей среды. По просьбам жителей установлены новые станции наблюдения за атмосферным воздухом в Самаре, Новокуйбышевске и Тольятти. Они предоставят независимые данные и послужат стимулом к принятию оперативных мер по повышению экологической безопасности. В 2020 году для Тольятти была приобретена передвижная мобильная лаборатория, которая позволяет оперативно проводить наблюдения в моменты массовых жалоб жителей. И министерством на сегодняшний момент разрабатываются планы дальнейшей реализации развития территориальной системы мониторинга загрязнения окружающей среды. Для того, чтобы снизить экологическую напряженность и чтобы информация, которая получаема о загрязнении, была доступна для всего населения. В Самаре вручили ключи от новых квартир детям-сиротам. Своей жилплощадью накануне обзавелись 30 человек. Они называют это настоящим новогодним подарком. Все квартиры с чистовой отделкой, газовым оборудованием и сантехникой. Новое жилье показали и нашей съемочной группе. Елена Волконская росла в приемной семье в Челновершинском районе. Затем в Сергиевске отучилась на повара-кондитера. Вышла замуж, родила двоих детей. Жили там же, в Сергиевске, вместе с бабушкой и мужем. Сегодня Лена эмоции не скрывает. Она впервые стала хозяйкой собственной квартиры. Она уже получает свой угол у меня будет. Только останется обустроить ее. Я очень рада, что получила до Нового года. Вообще эмоции переполняют. Спасибо губернатору. Всего в этот день ключи получают 30 человек. Торжественная церемония прямо у подъезда дома, в котором они будут жить. Современная многоэтажка в новом районе Самары. Благодаря тому, что одной из главных задач губернатор Самарской области Дмитрий Игорь Чазаров поставит это обеспечение детей-сирот. В этом году 164 ребенка в городе Самаре получили жилье в новостройках с чистовой отделкой. Средства на покупку жилья для детей-сирот выделяются из федеральной и региональной казны. Из муниципального бюджета дополнительно было направлено 42 миллиона рублей. Всего в этом году в Самарской области своим собственным первым жильем обзавелись 518 детей-сирот. Анна Ивахина, Мария Шпакова, Дмитрий Столяров. Новости губернии. Уже сегодня выйдет свежий номер газеты Волжской коммуны и вот некоторые его темы. 20-е годы 20 века в России, период культурных и социальных экспериментов. Коснулось это и женского вопроса. В Самарском горький центре открылась выставка, где можно увидеть, каким был женский мир 100 лет назад. Об экспонатах, которые наполняют выставку и прелестях жизни прекрасной половины в материале издания. В 2021 году в Самарской области откроется несколько новых школ и детских садов. В том числе малышей встретят дошкольные учреждения в Белозерках, одно из самых больших в регионе. Где еще откроются новые садики и когда они начнут принимать детей. Об этом и не только в новом выпуске Волжской коммуны от 30 декабря. А у меня на этом все. Больше новостей на нашем сайте САВА.Инфо. Увидимся. Доброе утро, губерния. С вами вновь ведущие Саша Байдачная. И Максим Полагнюк. И мы сегодня гадаем на сушеных и пытаемся предсказать свою судьбу. В Турции предприниматель создал искусственный интеллект, гадающий на кофейной гуще. Ежедневно более 1 миллиона человек загружают в приложении фотографии своих чашек из-под кофе. И каждому пользователю выдается личное предсказание. Находчиво. А вот до появления интернета гадать приходилось своими руками собственными и толковать эти гадания самому. В Древней Руси, например, гадали с помощью литья воска. По восковым фигуркам загадывали, что ждет в будущем. Также можно было лить раскаленное олово в чашку с водой. А можно гадать по поведению домашних животных. Да, и такое есть гадание. Положить перед собой кусочек мясного корма или лакомства, например, печенье. Если собака выберет мясо, ваше будущее окажется насыщенным событиями и делами. А если выберет сладкое, вас ждет романтическое приключение. А вот еще один способ. На Новый год нужно выгнать кошку из дома, представляйте. А потом позвать ее обратно. Если кошка не обидится и зайдет, то нужно внимательно смотреть, какой лапой она переступает порог. Если лапа правая, то все пропало, желание не сбудется. А вот если лапа левая, тогда ждем из бычи меч в Новом году. Ну, выгонять кошку из дома и кормить собаку не самыми полезными вкусностями, это, конечно, не самый лучший способ узнать свое будущее. А вот верят ли жители нашей губернии в гадание или все-таки полагаются на науку и какой-то здравый смысл, мы сейчас узнаем из опроса. Верить в чудо. А чудеса случаются в вашей жизни? Да, они случаются. Довольно-таки часто в последнее время. Несмотря на нынешний мир, какой он сейчас грустный и печальный, но у меня чудеса случаются. Ну, в чудо я не верю. Конечно, просчитывай немножечко. Вперед. В чудо планы не строю. Взросленькая, вот. Ну, я хочу сказать, что я верю в чудо еще. Еще верю в чудо. Я еще верю до сих пор в Деда Мороза. Что кто-нибудь постучится, и, как говорится, Дед Мороз придет. Обязательно рассчитываю жизнь наперед, а в чудо надо тоже верить. Я планы строю по ходу действия. Ну, верю в чудо скорее. Наверное, больше верю в чудо. Но, конечно, когда случаются какие-то неприятные моменты, то начинаешь просчитывать. Я продумываю чудо наперед, скорее всего. Но, в любом случае, у нас обязательно есть какой-то план на день, когда мы встаем, завтракаем, идем. Это такое вот чисто физиологическое. Но в душе мы всегда верим, что мы идем, и с нами что-то хорошее случится. Друзья, перед Новым годом мы все ждем хороших новостей и приятных сюрпризов. Ведь так хочется, чтобы в следующем году наша жизнь стала светлее и прекраснее. И прямо сейчас мы готовы озвучить просто отличные новости сферы финансов. Акционерное общество «Коммерческий банк «Солидарность», основанный в Самаре в 1990 году, недавно отпраздновал свое 30-летие. По этому случаю банк решил сделать подарок для всех самарцев. Он ввел новый вклад в юбилейный год. Ставка до 6,3%. Актуальную информацию смотрите на сайте www.solid.ru У нас в гостях Олеся Безбрязова, свечной мастер. Доброе утро. Доброе утро. Мы сегодня говорим о гаданиях, о всевозможных. И, конечно же, нам не обойтись без свечей. Таких красивых, потрясающих, из самых-самых разнообразных. Огромное количество ваших работ на нашем столе. Рассказывайте, да, о свечках, из чего, как они изготавливаются. Я делаю свечи только из воска. На столе представлена только одна свеча из парафина. Это был мой эксперимент. У меня были парафиновые свечи. Я переплавила и сделала. И, собственно, вот она синяя стоит на столе. Это парафин, да? Это парафин. Я ее принесла, чтобы показать, насколько выигрышно восковые свечи смотрятся на фоне парафина. Ну, по крайней мере, на мой взгляд. Давайте сравнить. Воск такой более насыщенный, да, плотный, кажется? Он более плотный, и он более приятной текстуры на ощупь. И у него совсем другой запах. Дай мне даже парафин, пожалуйста. Дай, держу. Сложно делать свечи научиться? Сколько вы этим занимаетесь? Я, на самом деле, занимаюсь этим пока не очень долго. Но и начала изначально чисто для себя. Просто мы с подружками купили килограмм воска и решили попробовать сами делать свечи для каких-нибудь праздников. Расскажите нам о процессе. Сколько времени занимает изготовление подобной красоты? Я вижу здесь градиенты. Это, наверное, не так-то просто добиться такого эффекта. Ну, с градиентом свечи делать гораздо сложнее, чем однотонные. Проще всего начать делать свечи из вощины. Вот здесь скрученная свеча. Такая? Да, вот эта свеча. Это сейчас один из самых популярных вариантов для начала свечного своего дела, потому что достаточно просто купить вощину, особенно натуральную. Да, пахнет медом, представляешь? Это натуральная овощина, купленная у пасечников, да, конечно. Берется лист, отрезается нужное количество, туда кладется фитиль и скручивается. Эти свечи называются скрученые или катанные, потому что потом их по столу вот так катают для уплотнения. Класс. Они бывают разных видов здесь вот в виде елочки. Почему в основном зеленый цвет? Зеленый и желтый? Потому что воск имеет... Вот здесь у меня свечи в руках из натурального воска. Он сам имеет желтоватый цвет, это его натуральный. И при смешении с натуральным красителем, ну, как мы все знаем, с уроков рисования краски смешиваются. И даже если ты добавляешь синий краситель, то получается зеленый, например, цвет при смешении с желтым. И поэтому получить какие-то очень точные цвета при работе с натуральным воском или, например, синюю гамму невозможно. Только если ты покупаешь отбеленный химический воск. Но я еще не пробовала, может быть, есть какие-то очень мощные красители, но они в таком случае имеют неприятный запах. Слушайте, а вы этому сами где-то учитесь? Да, я просто училась сама. Нет, я не проходила еще никаких курсов. А каким образом вы научились сами? То есть все-таки ролики в интернете или книжки? Ну да, да, да. Конечно, в первую очередь просто ролики в интернете, где-нибудь на ютубе, ну и просто экспериментируют. То есть свечи с градиентом – это чисто моя задумка. Я сама это придумала, как капать. То есть вот эти свечи – это литые свечи или формовые. И берется форма, чаще всего сейчас из силикона, и в нее вставляется фитиль, заправляется, она закрепляется, потому что там в формочке есть разрез, и туда заливается воск. То есть это довольно просто, в принципе, да. Но, например, с градиентом это уже сложнее, особенно с воском, потому что он имеет много своих особенностей, совсем не так. Мы обязательно продолжим чуть позже говорить о ваших прекрасных работах. А пока узнаем, подойдет ли для ваших свечей ледяной подсвечник. У Юлии Севера мы поинтересуемся. Международная акция «Книговички» – это литературные мастер-классы. Каждый может выбрать произведение о зимних праздниках и смастерить поделку по мотивам сказки. Делать мы будем с вами новогодние украшения. Из простого стеклянного стакана и акриловых красок мы с вами сделаем волшебный сказочный подсвечник. Что необходимо подготовить нашим зрителям? Нашим зрителям необходимо подготовить стакан, который мы будем разукрашивать. Нам необходим трафарет рисунка снежинки. Мы можем нарисовать его от руки, мы можем его распечатать на принтере. Нам нужна малярная лента. Нам понадобится краска акриловая с блестками. Например, голубого оттенка. Потом нам понадобятся акриловые краски белого цвета. Это витражная краска. Нам понадобится лак для ногтей с блестками. Нам понадобится обычный бесцветный лак. Я его использую для закрепления. И контур серебряный с блестками. Материалы готовы. Начинаем творить. Помещаем трафарет рисунка в стакан и закрепляем края малярной лентой. Далее обезжириваем поверхность спиртосодержащим раствором. Взяли краску. Мы начинаем обводить нашу снежинку по контуру. Очень аккуратненько, не торопясь, потихоньку. Наслаждаясь новогодним настроением. Наслаждаясь новогодним настроением. Делать мы это можем в семье. Читая вслух книжку. Кстати, вот здесь лежит снежная королева Андерсона. Я так понимаю, что неспроста. Конечно, неспроста. Юля, вы продолжайте работу. А я расскажу, почему у нас лежит на столе книга «Снежная королева». Когда Герда гуляла по замку Снежной королевы, она видела вокруг сияющие красивые белые стены. Все вокруг блестело. Переливалось радужными красками. Но все это было очень холодным. Герде было холодно. Она чуть не замерзла. Ну вот, читая эту сказку, я решила, что хорошо бы сделать подсвечник и туда добавить чуточку тепла. Смешать холод и тепло. С огнем. Да, с огнем. Пока вспоминали историю Кая и Герды, на нашем стаканчике уже появилась снежинка. Даем краске немного подсохнуть и приступаем к следующему этапу. Берем контур с серебряными блестками. Наносим его поверх акриловой краски. В точечной технике повторяем рисунок. Много-много-много точечек ставим. Много-много точечек ставим. Это работа трудоемкая. Это дополнит, я так понимаю, придаст объем. Это придаст объем, да. И он у нас станет таким ярким, серебряным. Помните, Юля, тот момент в сказке, когда снежная королева вдохнула на окно, на стекло, и на стекле остались узоры снежные. Помните? Да. Вот мы сейчас будем делать эти узоры на нашем подсвечнике будущем. Как дыхание снежной королевы у нас будет такой узор. Для этого берем белую акриловую краску и ставим в произвольном порядке точки. Капли должны быть объемные. Берем зубочистку и делаем круговыми движениями. Вот видите? Такую метель. Такую метель. Да, в югу такую. Делаем снежную. Поверх узора наносим акриловую краску с блестками. Медлить здесь нельзя. Акрил быстро сохнет. Далее ватным диском собираем излишки. Важно не растирать краску, а словно вбивать ее. Нанести рисунок в такой технике придется несколько раз. Хотите, чтобы подсвечник получился полупрозрачный? Хватит и двух слоев. Желаете более заснеженный вариант? Тогда покройте стаканчик краской в 3-4 слоя. Кромку стакана закрашиваем лаком с блестками, а сам рисунок закрепляем бесцветным лаком. Вот такие у нас красивые подсвечники ледяные получились. Я думаю, это украсит любой новогодний интерьер, да, любой квартиры. Да, и такой подсвечник, работа над ним может стать новогодним приключением в ожидании новогоднего праздника, новогодней ночи. Это может стать семейной традицией. Это же так чудесно. Провести вечер, читая любимую книгу вслух. И мастеря новогодний декор всей семьей. За идею не благодарите. Юлия Север, Роман Апарин, Утро губернии. Продолжаем беседовать с Олесей Безбрязовой, свечным мастером. И сегодня мы говорим о гаданиях. Какие же свечи для гадания подойдут больше всего? Ну, я думаю, самые натуральные без красителя. То есть, поскольку чаще всего, я так понимаю, для гадания используют церковные свечи. Вот такого типа свечи. Это еще один вид свечей. Это маканые свечи. Они самые долгие в производстве. Такие лучше всего. Маканые. Берется фитиль. Можно самое простое. Это рукой в баночку набирается много воска. И много-много раз, медитативно, макается. То есть, макаешь, вытаскиваешь, немножко подсыхает. И вот, чтобы набрать такую толщину, я потратила примерно час. То есть, эти свечи очень долгие. Получаются такие морковочки, да? Да. Они, может быть, не очень красивые, но они именно по энергетической, скажем, наполненности, они очень сильные. Потому что я целый час потратила на одну свечку, можно сказать. Ну, сколько терпения же нужно на этот процесс. Ну, да. Получается, дизайн свечей – это исключительно ваша фантазия, да? В основном, да. То есть, есть вот формочки, а есть то, что вы прям своими руками вылепляете, правильно я понимаю? Нет. Вот, например, данные формы даже я сделала сама. А, вы сами делаете формы. Я сама делаю формы. Некоторые я покупала, а часть я сделала исключительно сам. У вас какое-то художественное образование? Нет. Нет? Нет. Как вообще получилось, что вы окунулись в это все? Я всегда занималась каким-то творчеством. Я очень люблю, я много всего разного пробовала. Я плетула овцы снов, я шью себе, ну, много всего. И самое главное, меня вдохновляет и, в принципе, больше всего нравятся лесные какие-то мотивы, то есть все, что связано с природой. И мне очень хочется, чтобы у людей, особенно у городских людей, кусочек природы был дома. Поэтому у меня мотивы в основном вот такие природные. Самый главный вопрос. Не жалко сжигать такую красоту? У меня на этот вопрос сразу два ответа. А красоту сжигать не жалко. Ну, она для того и создана, это же свечи, это не статуэтки. Ваш самый любимый материал, мы сегодня много перечислили, чего все-таки фаворит в приоритете. Воск, да. Я не пробовала работать с гелем, я не пробовала работать с воском. Есть еще кокосовый воск и пальмовый, по-моему, воск. А, соевый, 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 кокосовый. Я не пробовала еще работать с ними. Мне интересно просто потому, что они не имеют цвета. Они белые, как парафин, но они тоже натуральные. И мне хотелось бы экспериментов с цветами. Но пока натуральный воск. А вот какие-то меланжевые свечки, Макс, прости. Это тоже воск рядом с вами находится? Это свечки, это еще один тип свечей. То есть мы уже перечислили вот формовые литые, из вощины крученые. А это свечи с травами. Они горят на самом деле не за счет фитиля, а за счет трав, которые в них. Это свечи полностью ручные. Я их леплю своими руками, поэтому они такие немножко неуклюжие. Потому что расплавленный воск перемешивается с травами. И когда он немножко загустевает, вот тогда я его как пластилин... А что за травы, хочется спросить. Что там? Конкретно здесь, по-моему, душицы и шалфей. А здесь календула. Сейчас уже не вспомню. Куркума точно, потому что она очень оранжевая. И специи тоже добавляют. А сколько вот на свеча прогорает, мне интересно. Быстро это происходит или нет? Очень по-разному. Вот даже такая крошечная свечка у меня горела больше 4 часов. Ничего себе. А большие свечи еще дольше горят. Травяные свечи, они достаточно быстро прогорают. Они вообще горят, как маленький костер. Их обязательно надо жечь в подсвечнике. И они действительно выглядят, как костер. Это очень волшебно. Они быстро прогорают, но в конце вот остается в подсвечнике лужица воска с травами. И она горит долго. Тоже может гореть несколько часов. Ну и пахнет, соответственно. Пахнет, да. У вас большая коллекция свечей. Где все это хранится? На полочках. На полочках хранится. Ну что ж, спасибо вам огромное за эту прекрасную выставку необычных свечей. За ваше настроение. Такое загадочное. Немножко магическое, лесное. Я думаю, что для гадания это самое то. Да. Спасибо вам большое. Да, спасибо. Ну что ж, я думаю, нам пора задувать наши свечи и отправляться в театр. На премьеру приглашает Марина Баркова. Под занавес уходящего года Самарский академический театр драмы подготовил премьеру. Папа – постановка звездного французского драматурга Флориана Зеллера для всех, кто любит серьезный и глубокий театр. «Елки», «Деда Мороза», «Искусственного снега» не будет. А вот об отношении к самым близким людям и ценности жизни зрителям предложили серьезно задуматься. Это всех, возможно, ждет. Вот. И тут какого-то такого возрастного ценза, да, его нет. Ты можешь понять или не понять, да, ты можешь подключиться или не подключиться, но как бы посмотреть, мне кажется, нужно как-то всем. Роль папы исполняет Виктор Борисович Мирный. Это его первая главная роль за четверть века служения Самарскому театру. Я приехала из Тольятти, сегодня впервые, но спектакль одна и потрясающие эмоции, потрясающая игра актеров, впечатления такие позитивные. И я понимаю, что вот в наше непростое время, когда в условиях пандемии, в какой мы сейчас живем, что необходимо получать положительные эмоции. Знаете, такое вечернее расслабление происходит, когда человек прям вот приходит и отдыхает душой. И когда получает заряд эмоций, неважно, положительные это эмоции, либо немножко негативные, да, ну, смотря какая будет сцена там происходить. А так всем очень нравится, и мы никогда не бросаем театру, мы очень любим это. В этом году Самарский драматически работал с ограничениями, но все же выдал на гора три новых постановки. Худрук признался, труппа очень соскучилась по зрителю. К каждому выходу на сцену актеры готовятся с особым трепетом. Это очень тяжело, потому что это нужно быть актером, чтобы понимать, или там музыкантом, который играет, и он привык к полному залу. Когда Гергиев говорит, что я готов уже бросить палочку дирижерскую, потому что сколько же это, и воткнуть в эти ковидные шарики. Мы надеемся, что вся эта чума 21 века закончится. Спектакль «Папа» в январском репертуаре пройдет трижды. Новогодние каникулы заполнены ежедневными постановками. В театре 50-процентная заполняемость зала. Всех заядлых театралов возрасте 65+, администрация Самарского драматического просит воздержаться от посещения премьеры. Марина Баркова, Владимир Терентьев, программа «Утрогубернии». На этом все, друзья. Сегодня с вами гадали и прогнозировали будущее утренние ведущие Максим Полагнюк и Саша Байдачный. До встречи. Пока. Так, Саш, стоп. Ты из какой ноги встала? Какая разница? У меня есть приметы. Если моя ведущая встает и выходит из студии с левой ноги, то будет у меня отличный день. Ну, а если с правой? То день будет просто шикарный. Тогда я из вредности остаюсь. Спонсор программы «Утрогубернии» – акционерное общество «Коммерческий банк Солидарность». Мы празднуем свое 30-летие и дарим вам новый вклад «Юбилейный год». Ставка по вкладу до 6,3%. Актуальная информация на сайте www.solid.ru Акционерное общество «Коммерческий банк Солидарность». Начни год с прибыли. Редактор субтитров А.Семкин